итак продолжаем движение по маршруту москва-саргот шестая серия старт в городе кирове по ходу движения буду комментировать те участки где будут какие-то более-менее крупные населенные пункты желаю комфортного просмотра это хорошо через 50 метров гранительный провод задание изменено путешествия с нескольким с нескольким из-за удача от до до Продолжение следует... 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 Либо дайте там контакт напрямую Ну все, скинули и скинули без одной цифры И куда мне звонить, я набираю, номер не существует А, или там что-то набрано неправильно, что-то такое Камера в спину, ограничение 60 Хи-хи-хи-хи-хи-хи Не в курсе, какой сейчас трасса до Акперми Нормально или... Из понятия Из понятия Не, ну мы туда, вот ты думаешь, самолет мы летели? Ну, мало ли, может там до этого ездил Есть У нас мы там только, конечно, сделали самолет мы, блядь Сперми до Питера, с Питера, до Питера Ну, блядь, все, столько лишнего перелететь Вообще Ну, за 7 часов добрались Ну, в Питере 3 часа, после того, что ждались А так, если бы через Москву полетели, там вообще 6 часов ждали У нас экстренно эвакуировали Впереди опасный перекресток Ограничение 60 Ограничение 60 Продолжение следует... 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 Впереди город. Ограничение 60 Впереди камера. Ограничение 60 Впередиのでicas 80 Впереди оставляли самолет. Впереди 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 и там по новостям что-то передавали в Питер где-то рассеянные начались там где-то что-то затопило и 27 часа 28 28 28 28 28 28 28 29 29 30 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 40 41 41 60 Так, поселок Вахруши История поселка Вахруши берет начало в 12 веке. Исследования энтимологии названия Рубежница район поселка Вахруши выявили, что это форматированное временное слово рубеж, рубиться, биться, биться биться в бою с холодным оружием. Вместе с этим известен исторический факт формирования окраин границ первого вятского поселения. После битвы в районе села Волково в 12 веке Удмурты, местные племена были оттеснены вятичами до района Рубежницы, который стал их крайней рубежом, рубеж рубежницей. В честь этой победы и по сей день ходят в Волковский крестный ход. В 16 веке имеются первые упоминания о самом поселке Вахруши, именуемым тогда Малозавалихинской деревней. Стоит учитывать, что географическое расположение Вахруши было оптимальным для дальнейшего его развития в более крупный населенный пункт. В результате в 1854 году в Слободском уезд Девятской губернии братьями Вахрушевыми был построен небольшой кожевинный завод. Рядом с заводом появилась жилая застройка. После революции завод вырос до кожевина обувного комбината. Вместе с комбинатом рос и поселок. в 1938 году Вахрушевым был присвоен статус поселка городского типа. В годы Великой Отечественной войны в поселке располагался Эвакогоспиталь номер 3 1956 Вот такая вот информация о поселке Вахрушеве. есть памятники много памятников так известные уроженцы Ярастов Олег Александрович советский химик органик доктор химических наук Шилов Виталий Серафимович художник член союза художников СССР монументалист живописец произведение находится в музеях частных собраниях России и США Вахрушев Леонид Петрович советский и российский военачальник генерал-майор Чекулаев Александр Иванович мастер спорта международного класса конкобежец трехкратный чемпион университета призер чемпионат в СССР член сборной СССР Соловьев Вячеслав Петрович доктор физико-математических наук научный руководитель так далее Герасимов Валентин Васильевич заслуженный ортест Российской Федерации вокал баритон Машонкина Людмила Ивановна доктор физико-математических наук астрофизик Наумова Елена Станиславовна писатель поэт член союза журналистов Марихин Сергей Андреевич российский профессиональный баскетболист Много еще другой информации но пока ограничусь этим Ограничение 40 Впереди мобильный пост ТПС Ограничение 40 Населенный пункт Слободской Слободской Впереди Этого Этого Расположен на правом берегу реки Вятки в 35 км от Кирова на федеральной трассе Р-243 Кострома Шарья Киров Перин Слободской известен с 1489 года Статус города имеет с 1780 года Первое упоминание в источниках относится к 1505 году считающимся городом основания Слободского В 2005 году он отметил 500-летие Слобода упомянута в Едемском летописце под 1489 годом в числе других вятских городов взятых московским войском войском в грамотах первой половины 16 века наряду с названием Слободской встречается также Слободской город Верхний предание записано в книге Вештового говорит о новгородской дружине которая ищая место для поселения направилась из Устюга на восток дошла до реки и спустилась по ней на плотах до самого устья где на правом берегу Ветки построили город Шестаков Часть жителей Шестакова отплыла по течению на 20 верст и основалось здесь поселение название названное Слободою Однако новые исследования опровергают это наоборот Шестаков был построен в 1542 и 46 годах части самочинно переселившихся жителей Слободского Верхнего города предание видимо отражает факт заселения местности в районе Слободского Остюжанами после вывода в 1489 году части прежнего населения вятских городов вид на центральную улицу города археолог Макаров относит первое крепостное сооружение города к 13 веку в дальнейшем они 8 раз перестраивались обновлялись место выбранное для постройки Слободской крепости ее основателями отвечала всем необходимым требованиям того времени высокий икротой берег вятки так музыку остановим высокий икротой берег вятки и защищал от паводковых вод и нападение врагов с северной границы крепости служил крутой овраг с юга и юго-запада был вырод ров и насыпан земляной вал Кремль детенец окружала деревянная срубная стена крепость имела форму неправильного четырехугольника стена подчинялась рисунку рельефа тянулась на 275 сажен 600 метров и составляла из них 200 городин впритык поставленных срубов и отдельных ограждений посад острог место проживания большинства горожан в грамоте 1522 года упоминаются улицы а тот же факт что в осадное время в Слободском жили окрестные жители в том числе ватики и татары имевшие в городе свои дворы главная посадская улица тянулась на север от Кремля вдоль вятки ее направление примерно повторяет современная улица Володарского хотя регулярная планировка позднейших эпох спрямила ее в 16-18 веках улица стала улица вслед за естественным рельефом местности отклонилась от прямоугольного начертания колокольной на Соборной площади на Север за посадом уже в конце 16 века был образован мужской Богоявленский монастырь с 1 января 2018 года по численности населения город находился на 470 месте из 1113 городов Российской Федерации национальный состав более 83 процентов населения города Слободского и Слободского района Русские остальную часть населения составляют одмурты татары и другие народы достаточно много еще информации я думаю так знаменит известные люди города Слободского Амфилатов Ксенофон Алексеевич российский купец основатель первого в России Слободского общественного банка Бакулев Александр Николаевич выдающийся хирург кардиолог академик Булатов Григорий Петрович советский разведчик установивший первое красное знамя на подна поверженном Рейхстаге Воробьева Эмилия Иванова советский российский зоолог палеонтолог Герасимов Андрей Викторович заслуженный художник России Грин Александр Степанович русский и советский писатель автор знаменитой феерии Алая полоса Замятин Герман Андреевич российский историк Ивакин Александр Геннадьевич современный писатель Лебедев Всеволод Владимирович советский писатель один из основателей Слободского краеведческого музея Райнис народный поэт Латвийской СССР Чайковский Горный инженер генерал-майор отец композитора Петра Ильича Чайковского Цепаков Гарри Нисонович композитор автор песни автор песен заслуженный работник культуры Штейнберг Михаил Карлович композитор автор популярного романса Гайда Тройка Вот такая информация об этом городе Так Далее походу населенный пункт Так 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 Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Впереди город Ограничение 60 Белая холуница Далеко впереди Белая холуница Белая холуница Да Звони Говори Что приболел Что не можешь Лучше полежать Отлежаться Несколько Камера в спину Ограничение 40 Белая холуница Своё название Административный центр Получил от названия Реки Белой холунице Я же его вчера оплатил Которые Делит Ну да Попробуй ещё раз Я вчера же его и оплатил Камера в спину Ограничение 40 Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 40 Да перейди компьютер Или там отключись И подключись по новой К этому акаду Вот Что-то ещё хотел Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 40 Не разбудил Я проснулся буквально За 15-20 минут До того как ты позвонил Но ещё не успел Как-то это очуваться В себя прийти Поэтому такой немножко Сонный был Ну вот А ты позвонил Ты позвонил Я уже собирал все эти Ээээ Чего? Я... Я всё равно Я всё равно Будильник себе На 6 утра Старал На 6-6-30 Ага Ну давно наверно Уже да? Время 9-07 Своё название Административный центр Получил от названия реки Да, она рассказывала Что Никита там что-то обидел Белая холуница Которая делит город на две части И является Притоком реки Вятки С протяжённостью в 160 км Основан Основан в 1764 году В связи со строительством Новотроицкого Холуницкого В скобках Белохолуницкого Железоделательного Завода Строительство завода Требовало много рабочей силы С этой целью Будущий владелец завода Сава Яковлев Вкупил несколько сотен Крепотных крестьян В Новгородской Вологодской Губерниях Полагают Что именно По этой причине Что ж ты будешь делать С этой музыкой Полагают Что именно По этой причине У жителей Белой Холуницы До сих пор Проскальзывает В разговорной Речи Окающий Выговор Характерный Для Вологодской Губернии 6 сентября 1764 года Состоялось Торжественное Перекрытие Реки И сооружение Первой Деревянной Плотины Впоследствии Белохолуницкий Пруд Неоднократно Углубляли И расширяли В 19 веке Центр Холуницкого Горно 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 Так В 19 веке Центр Холуницкого Горно Заводского Заводского Округа Не знаю Что такое Работали Женская школа Кружевниц Школа Плетения Из Ивы Корзины Дорожные Сундуки Мебель Сохранились Здания Построенные В 1890-х годах Кстати На трассе Когда едешь Тоже можно Приобрести Плетение Из Ивы На трассе Местные Жители Подрабатывают Чтобы свести Концы с концами Вот такими Поделками С 1928 По 1965 Годы Поселок Городского Типа Бело Холуницкий Город С 1965 Года Город Расположен В Придуралье На трассах Реки Белой Холуницы Приток Вятки В 82-х километрах От Кирова На федеральной трассе Р-243 Кострома Шария Киров С 1 января 2018 Года По численности Населения Город Находится На 911 Месте Из-за 1113 Городов Российской Федерации Демографическая Ситуация В городе Достаточно Сложная Среднегодовая Численность Населения Города Имеет тенденцию К снижению В среднем На 1% В год Во второй половине 2000-х годов Отмечается Естественная И механическая Обыль Населения В результате Снижается Как общая Численность Населения Так и Численность Населения В трудоспособном Возрасте Возвращение Возьмите Вот Об этом Городе Я уже Прочитал Из Википедии Возьмите Впереди Ограничение 60 Вот вижу большой пруд. Большая поверхность водная. Называется Белохолоницкий пруд. С правой стороны начнется. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Вот видно на трассе такие оживления. На трассе имеются ввиду дома, какие-то магазины и так далее. Это и есть Белая Холоница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверка Наверное, с правой стороны заметили водное зеркало. Это был Бело-Холоминский пруд. Судя по карте достаточно много высшие площади занимают леса. Болотистая местность. Судя по карте лучше, с комфортом. 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 Четверо там нету, может быть, и один вылез. Детекировал, ехал, пророком. То есть, по идее, это можно было вообще попробовать лечь на 3 секунды? Ну да. Было опасно. В случае ДТП? Конечно, в случае, во-первых, водитель не знаю, с подъездом. Резко притормозить зону. Кажется, мне все деньги. И это просто лечь, да? Конечно, не знаю, не знаю, нету. Там парижка, наверное, мало бы на дно зади как-то. Он приятно занял. У меня было с вами. Смотрю, уходит. Он звонил, а сутки заваял. Я начинаю разбирать, растворю в клубе. Смотрю, вот, под рукопом. И вот, ну, упирает, спасибо. Начинается на футболе Ну вот сколько? Три человека, грубо говоря, там десятка, да? Десятка туда, десятка обратно За сумки 20 тысяч Ну на бензин вот там Пятерку потратили Не, побольше, наверное Ну вот мы обратно ехали Смотри, три сюда, три обратно 6 тысяч Так, далеко впереди Поселок Черная Холуница Основан в 1766 году В связи со строительством Металлургического Чугунно-литейного завода Основал его Влиятельные вельможи Из Санкт-Петербурга Генерал-прокурор Александр Иванович Глебов После покупки этих земель У казны Однако, начатое строительство Завода пришлось прекратить Жители занимались Добычей руды Для соседнего Клинковского Завода В 1769 году Генерал Глебов продает Заведенные им Холуницкие заводы Промышленнику Савве Яковлеву Впереди опасный поворот Ограничение 70 Ограничение 70 Они сами пользуются Этим лаблокаром Или у них сайт По-другому свой есть Так Продолжаю читать про Этот населенный пункт в 1810 году по указу от 18 февраля 1809 года Александр Иванович, внук Савы, достраивает Чернохоломинский доменный завод и платяно на реке 355 саженной длиной. В это время завод имел две доменные печи, шесть речных горнов и катальный стан. Практически весь производимый металл поступал на Главнохоломинский завод за 56 верст. За последние 10 лет хозяйство Ванья заводов Владельца Яковлевым, заводов Холницкого округа по причине накопившихся долгов более 3 миллионов рублей находится в казенной опеке. В 1838 году надворный советник Дмитрий Дмитриевич Пономарев купил заводы с торгов. В 1865 году заводы снова взяты на казенный присмотр для охранения их окончательного расстройства. 27 сентября 1873 года холоминские заводы на равных долевых началах переходят в полное владение калинижского советника Альфонса Фомича Поклевского-Козел и надворного советника Николая Ивановича Севастьянова. В общем, владения Поклевского и Севастьянова завода были до 9 ноября 1874 года. А с этого времени они перешли в исключительное владение Поклевского на пассионном праве. В 1874 году Чернохолуниевский завод имел две домны и пудлингово-сварочную фабрику. Для получения стали высокого качества в 1876 году была построена кричная фабрика и паровой кричный молот. На всех производствах работало 500 человек. Располагая большими доходами от водочной и пудлинговли, владелец принялся за полную реставрацию холоминских заводов и деятельным, упорным трудом и крупными денежными вливаниями поставило в такое положение, что заводы стали давать самую высокую выработку железа за все время существования. Это из трудов Павлова воспоминания металлурга. Альфонс Фомич Поклевский-Козел умер 28 августа 1890 года. По завещанию заводы перешли во владение трех его сыновей – Викентий, Ивана и Станислава Альфонсовичей. По разделу имущества между братьями холоминские заводы с 1898 года перешли в исключительное владение среднего брата Ивана Альфонсовича Поклевского-Козел. В октябре 1902 года Иван Поклевский официально был объявлен несостоятельным должником и заводы перешли в ведение специального конкурсного управления. В 1909 году заводы закрываются. В 1920-е годы в Черно-Холомнице сильно сократилось количество населения с 3309 человек в 1917 до 1300 в 1925. В 1925-26 годах Черно-Холомницкая домна вновь заработала. Началась разработка месторождения железной руды на речке Гниловка. С 1929 года домна на Амутинском заводе была затушена. А с 1930 года Черно-Холомница стала основным поставщиком чагуна для Амутинского Мартына. В 1933-1938 годах была построена ОЖД Черно-Холомница Амутинск. ОЖД – это управление железной дороги или не знаю. Но вот эта вот Википедия – это же народная энциклопедия. Вот что пишут, то и читают. С 1932 года начинает работать поселковая столовая. Открывается свое подсобное хозяйство. В 1933 году впервые в поселке открывается своя больница на 35 коек. В 1938 году Холомница получает статус поселка. Был образован поселковый огруг. В 1941 году в поселок прибывает эвакуационный Порховский детский дом. В это время церковь была переоборудована в рабочий клуб. Колокола были сняты, один из них затоплен в пруду. В 1943 году была построена электростанция для ножзавода, дававшая электроэнергию всему поселку. В 1944 году построена кирпичная баня. В 1945 году открывается детский дом. В ноябре 1956 года завод закрывается и создается Черно-Холомницкий леспромхоз, ставший в 1960 году лесопунктом Амутинского ЛПХ. В 1957 году на берегу Черно-Холомницкого пруда построен пионерский лагерь «Зеленая стрелка». В 1960 году строится новое кирпичное здание средней школы. В 1961 году открывается лес этих школ, в которой велась подготовка специалистов для лесной промышленности областного объединения Кировлеспром и других регионов Советского Союза. В 1981 году начинает свою работу ясли и аптека. 27 мая 1983 года в здании клуба открывается Краеведческий музей, экспозиция в котором размещены в четырех отдельных комнатах. Музей является подлинным украшением поселка и хранит память о периоде расцвета Черной Холомницы. В 1989-1990 году ведется асфальтирование улиц города и дорог поселка. В 1994 году ликвидируется ОЖД Черной Холомницы-Амутинск. В 1997 году закрывается лесотехшкола. В 2001 году объявлено банкротом основное предприятие поселка ООО «Амутинск лес». Новое предприятие ООО «Амутинский лесокомбинат» также вскоре закрывается. В поселке резко увеличивается количество безработных. Создаются несколько частных предприятий, специализирующихся в области заготовки и обработки леса. До 2006 года имелся статус поселка городского типа. С 1 января 2006 года поселок образует Чернохоломницкое сельское поселение. and the В следующей серии будут населённые пункты Амутинский. Ну а в этих населённых пунктах я уже буду брать информацию в следующих сериях. Смотрю по карте, насколько хватает взора, огромные лесные массивы, реки. В следующий раз заседление получается с дороги. Быстрее разбивается дорога, выделяются новые деньги. Где-то причем тут такие выделяются. Миниарды. Миниарды выделяются частью суда. Понимаете? Ах! КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еду М-8 или какая? Написал, какая М-8? М-8 совсем другое направление. Я ответил там... Ссылкой... Ссылкой на источник, что М-8 от Ярославля идет до Костромы тоже. Она как бы раздваивается. Максим Носиков. Мошенники на трассе. Серега Суханов. Это попутчик Валентина в поезде, когда ехали. Обменялись информацией. Ром Прот. Изуал Алиев. Комментирует мошенников на трассе. Антон Минич пишет... Как жаль, что вечерний Новосибирск был искажен битыми файлами. Да, я тоже очень был расстроен. Но уже ничего нельзя было сделать. Аркадий, Аркадий, можно ли у вас... А, ясно. Ибрагим Йолдашев критикует мошенников на трассе. Дороги или направления. Это логин... Логин дороги или направления пишет... Вот дорога, куда не хочет ехать ни один водитель. Только по острой нужде. И это в центре Европы. Кому интересно, на моем канале видео под названием... Новый бук Кривой Рог 2018 плюс бонус. Как объехать автобан по полям. Мария Батсаева написала... Пробовала ли я раскрутить канал. Я не собираюсь его раскручивать. Зура Лози пишет... Так, тоже это комментарий... К мошенникам на трассе. Ядро, ядро. Ну что, Александр Валентин в Кирове остановился. Он был привет Канадену Денису Ковалеву. Привет передал бы, если бы вы такого по Ютубу знаете. Ну вот как написано, так и прочитал. Зе Фенрид. Логин. Зе Фенрид. Если закрыть глаза, пока вы едете по Костроме, то по диалогу можно представить себе любой город наши необъятный. Что я могу сказать? Так, Ислам Магомедов критикует мошенников на трассе. Владимир Евдокимов написал. Давно не видели северный маршрут. Интересно, как там в Костромской и Кировской. Ну вот, насколько это было возможно, показал и ночной участок, и дневной. Строится дорога, ремонтируется, ведутся большие строительные работы на трассе. Но это видно было из-за... Это видно из видео. Ведутся большие ремонтно-строительные работы. Муратбек Убайдулаевич критикует мошенников на трассе. Олег Антонов. Озвучка жуткий апофигей. Лучше давай сверху музыку и накладывать движение с навигатора. Олег Антонов. На плеере есть рычажок. Убавить или отключить звук. Пользуйся вот этой удобной функцией. Арсен Норр критикует мошенников. Сахитосадов критикует мошенников. Александр Седьмой написал. В Ростов-Великий, как, впрочем, и в Великий Новгород, приезжали иностранные болельщики футбол смотреть. Александр Седьмой далее пишет. Думаю, надпись «Видеодорог России» лучше разместить сверху справа. Это я сделал. Александр Седьмой. Полвосьмого утра, а на внутреннем укат уже толкучка. Да там постоянно толкучка. Каспер Кейт спрашивает. Автор, а Тюмень будет? Тюмень будет дважды. Вот в этой серии «Москва-Сургут». И затем будет видео «Москва-Тюмень». Вот в двух этих сериалах можно будет посмотреть на Тюмень. Как ночную, так и дневную. Ну вот такие комментарии, которые поступили в последнее время. На этом по всей вероятности комментировать заканчиваю. Аудио пишите, спрашивайте. Буду зачитывать ваши комментарии. И отвечать аудио в следующих сериях. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сколько заработал на клиенте государство, налог заплатил. Не стремил это все себе. и клиенту хорошо накрутка небольшая потому что нет немного ордов у кого кормить надо и государство все за что должен платить зарплатить и на б и на и это это Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Ограничение 60. Ограничение 60. Ограничение 60. Продолжение следует...